Добрый день, уважаемые коллеги! Позвольте представить вашему вниманию клинический случай лечения местно распространенного рака дна полости рта. Пациент, 57 лет, мужчина без значимой сопутствующей патологии, обратился к нам в диспансер осенью прошлого года. У него был выявлен местно распространенный рак дна полости рта. При видеоларингоскопии была верифицирована опухоль и слизистой оболочки дна полости рта, была выполнена биопсия, гистологически был подтвержден инвазивный пластоклеточный рак. Также по данным УЗИ контроля лимфоузлов шеи справа были выявлены лимфоузлы, была выполнена их функция и также был цитологически установлен пластоклеточный рак с элементами роговения. Так выглядела картинка, фотография гистологического препарата. Пациент был дообследован для уточнения исходной распространенности заболевания. По данным МРТ мягких тканей шеи, было выявлено увеличение подчелюстных, шейных, надключичных лимфоузлов справа до 33 мм. Также была выполнена компьютерная томография органов брудной клетки, брюшной полости и МРТ головного мозга. Данных за метастазы не выявлено. Таким образом, диагноз рак слизистой дна полости рта Т1Н2М0, четвертая стадия метастаза в лимфоузлы шеи справа. Пациент был обсужден на консилиуме и лечении было решено начать с индукционной химиотерапией. Согласно клинических рекомендаций Русска, пациенту было проведено 2 индукционных курса химиотерапии по схеме ДЦФ. Пациент переносил их с ожидаемыми осложнениями. Это были нитропиния третьей степени, анемия первой степени и тошнота второй степени. После завершения индукционной химиотерапии пациент был осмотрен лоронкологом. Наблюдалась положительная динамика в виде уменьшения лимфоузлов на шее справа, а также самой опухоли слизистой оболочки дна полости рта. Повторно была выполнена магнитно-резонансная томография шеи, и действительно лимфоузлы уменьшились до 19 на 15 мм в сравнении с исходными. Следующим этапом комплексного лечения пациента было проведение условно-предоперационного курса 3D-конформной лучевой терапии на область первичного очага субклинических зон и регионарного лимфотога до суммарной дозы 44 ГРЭ. Также была выполнена синхронизация с химиотерапией, учитывая, что в анамнезе у пациента было 2 курса химиотерапии по схеме ДЦФ. Синхронизация была выполнена с карбоплотином еженедельно. После завершения программы химио-лучевой терапии пациента вновь посмотрел вор-онколог. У пациента наблюдается дальнейшая положительная динамика, язвенный дефект слизистой оболочки дна полости рта не визуализируется, и также уменьшились и лимфоузлы на шее до 1 см. Следующим этапом лечения пациента планируется операция в объеме лимфоденектомии справа. И наши вопросы, уважаемые президиумы. Какое количество курсов индукционной химиотерапии следует проводить при местно распространенных опухолях головы и шеи? Стоит ли ограничиться одним курсом или проводить 2-3? Также, согласно рекомендациям, утвержден только одна схема индукционной химиотерапии, это схема ДЦФ. Допустимо ли использование схем ТЦ или цисплатин-фторуроцил с целью индукции, учитывая, что некоторые пациенты исходно достаточно ослаблены, у них наблюдается дефицит массы тела, сопутствующая патология. Ну и последние два вопроса. Следует ли продолжать программу предоконформной лучевой терапии после операции? И целесообразно ли продолжить синхронизацию лучевой терапии с химиотерапией после операции? Большое спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Дарья Михайловна, спасибо большое за представленный клинический случай. Я хотела вас попросить остановиться на слайдах, где вопросы, если это возможно, чтобы было, потому что вопросов много, чтобы попунктно все-таки их как-то определить. У меня есть вопрос к вам. Я не совсем, видимо, упустила. У вас оценка эффекта была после проведенного, я видела, сделанной МРТ. А оценка, как вы оценили первичную опухоль? Там полный регресс или частичный? Там после двух курсов. Индукционный и частичный. А дальше вы планируете, имелось в виду лимфоденоктомию. Это на фоне того, что остается опухоль первичная, вы планируете? После химия лучевой достигнут полный регресс. Полный регресс. Вот. Вот я и хотела, да. Я просто, видимо, не совсем поняла. И я думаю, что вот если по вопросам, которые вы задаете, о том, что количество курсов индукционной химиотерапии следует проводить при местах распространенных опухолях головы и шеи. Обобщить это невозможно, ввиду того, что здесь место распространено в зависимости от локализации. Зависит от расположения к магистральным сосудам, от расположения, где именно это находится. Либо вы задаете вопросы общие, насколько я понимаю, и конкретно по существу этого пациента. Если говорить об общих, то количество курсов индукционной химиотерапии мы проводим и должны проводиться именно с учетом данных МРТ. Если есть риски кровотечения и риски кровотечения, имеется в виду первичной опухоли, либо по магистральным сосудам лимфатических узлов, естественно, лучевая терапия здесь не проводится, а индукционно мы делаем оценку эффекта для того, чтобы понять. Если мы видим хороший эффект от проводимого лечения, проводятся два цикла химиотерапии, мы видим эффект, и отсутствуют участки некроза. По данным МРТ мы видим благополучную картину по данным МРТ, то достаточно провести два цикла химиотерапии индукционных, а далее уже химио-лучевая терапия. Это просто невозможно ответить за всех пациентов в этом вопросе. Но вот конкретно, если применительно к данному пациенту, более приближенно, помимо рекомендованного режима, допустимо ли использование схемы покритоксил-карбоплатин-цисплатин-теруацил-салиоиндукции? Да, совершенно верно. Значит, эти режимы, они допустимы, они проводятся с целью индукции. Зависит от того, карбоплатин мы назначаем, учитывая токсичность и сопутствующую патологию. По схеме ПИФ-цисплатин-теруацил мы назначаем именно в качестве индукции, потому что можем бороться с этими осложнениями, но вы должны понимать, что эти схемы, они чреваты осложнениями. Поэтому вот эти две комбинации последних двух схем мы используем, но и одновременно лечим те осложнения, которых, если видели в слайдах, я показывала. Продолжение 3D-комфортной послеоперативного лечения. В случае необходимости, какие зоны следует включить объем облучения. И целесообразность проведения синхронизации лучевой терапии с химиотерапией после операции. Это все зависит от гистологических находок, на самом деле. И я думаю, что Михаил Маркович еще, наверное, два последних вопроса дополнит. Но здесь, скорее всего, здесь, конечно, надо решать вопрос о том, понимаете, вы провели 44 ГРЭЙ, дали на первичную опухоль, дали пациенту два цикла химиотерапии, получил пациент. И фактически, ну пусть будет, даже если три, фактически с такой локализацией и с таким агрессивным заболеванием вы получили первичный полный ответ, который, возможно, на момент отсутствия лучевой терапии может спрогрессировать. Соответственно, при наличии такого хорошего эффекта, вот в вашем случае этого пациента, в случае этого пациента я бы, наверное, рекомендовала, на мой взгляд, продолжить химио-лучевую терапию до радикальных доз с отсроченной лимфоденектомией, если нет на то противопоказания отсрочки именно лимфодисекции. Потому что в такой ситуации мы можем выйти на такой эффект, как полный контроль над первичной опухоли на фоне химио-лучевой терапии. И это очень здорово, потому что та операция, которая запланирована, может быть этому пациенту, но вы не доберете дозы лучевой терапии. И, соответственно, если будет прогрессия, то в этой ситуации достаточно сложно будет дальше решать. И лучевые терапевты наши любимые, они, конечно, скажут, осталось 20 грей. Так, Михаил Маркович, я думаю, дополнит. Спасибо большое, очень интересный случай, он показательный. Спасибо. Спасибо. Ну вот я полностью согласен с Замерой Ахмедовичем, что, конечно, на фоне успеха вдруг бросать лучевую терапию, не доведя ее до конца, и переходить к оперативному лечению, в общем-то, не очень понятно, зачем это делать. Если у пациента остался лимфоузел сантиметр, вообще нужна ли ему вообще лимфодисекция, будет большой-большой вопрос. А что касается, я так понял, что на первичный очаг никакого воздействия хирургического не предполагается. Если это не предполагается, то, конечно, надо на первичный очаг подвести какую-то разумную радикальную дозу, желательно где-то близко к 70 греям. Понятно, что это может быть не так просто, но если его оставить без лечения первичного очага, у него будет совершенно точно рецидив, с вероятностью, которая у нас никого не устроит, с большой вероятностью. Бывают исключения, когда 40 грея окажется достаточно для достижения длительного эффекта, но это из разряда исключений, на это рассчитывать никогда не надо. Целесобранность проведения лучевой терапии после хирургического лечения, она существенно меньше, чем продолжение лучевой терапии просто до победного конца, то, что называется. Потому что потеря дозы за время хирургического лечения пройдет, пока у него все заживет, но не меньше месяца никак. И, конечно, уже складывать эту дозу, это уже с бегемота, со слонами, это уже неправильно. Мы не получим такого эффекта, как при непрерывном подведении дозы. Вообще, если обратили внимание, в моем сообщении, там вообще речи о предоперационной лучевой терапии вообще не шла. Ее нет ни в каких, в общем-то, таких серьезных рекомендациях. Единственное, когда... Почему, вот у вас правильно написано, условно-предоперационный курс? Потому что к оперативному лечению переходят в случае провала этой тактики. Если нет эффекта от лучевой, от химии лучевого лечения, тогда, да, целесообразно на этой дозе менять тактику лечения. А если все хорошо, то это бессмысленно просто. Я еще хотела бы добавить одну очень важную вещь, о которой сказал сейчас Михаил Маркович. На самом деле у нас есть основная проблема среди головошейников, скажем так, в том, что химии лучевое лечение отдельно, хирургия отдельно. Это основная проблема. Если, например, пациента представляют как химии лучевого, и он идет до какой-то определенной, достигает там 40-44 грей, и потом пациенту на консилиуме решается вопрос о хирургическом вмешательстве, по какой-то причине это хирургическое вмешательство отсрочилось, вот это основная проблема, о которой, в общем-то, никто не говорит, но это основная проблема, которая существует, и ее никак не решить, пока не будет очень близкого контакта между химиотерапевтами, радиологами и хирургами. Мы очень часто встречаемся с пациентами, которые приезжают из регионов, которым выполняется лечение, проводится просто лучевая терапия, чаще всего доводится до 40 грей, например, это та же дно полости рта, либо гортань, а потом они приезжают для хирургического лечения в институт онкологии, либо какой-то другой институт, вернее, учреждение, либо какое-то федеральное учреждение. И пока пациент попадает на операцию к нам, проходит минимум месяц, потому что пока он приедет из региона, пока соберет анализы и так далее, мы теряем время, и вот достигнуто можно было больше получить от объема и решения вопроса, конечно, на первом этапе определения тактики этого пациента. Поэтому, конечно, нужно до начала лечения пациента стадировать правильно и четко понимать все возможные варианты. То есть, если у нас, например, пациент приходит, мы четко прописываем, я сразу прописываю на конституциях, что мы планируем сделать. При такой-то ситуации, такая-то ситуация, если не получилось, значит, такая-то ситуация, а если получилось, то такая-то. То есть, соответственно, план лечения определяется сразу. И это, конечно же, облегчит вам жизнь, как врачам, которые ведут этого пациента, потому что вот эта безысходность, в которую впадает сначала пациент, а потом лечащий врач, это, конечно, очень тяжелая ситуация. Поэтому вот в вашей ситуации конкретно я бы вам посоветовала, конечно, продолжить лучевую терапию, как Михаил Маркович, мы абсолютно с ним солидарны, продолжить лучевую терапию до радикальных доз, решение вопроса, продолжить химию, сделать оценку эффекта, и, возможно, ставить вопрос при наличии такой злой опухоли и метастазов в лимфоузле шеи, продолжить вопрос о химиотерапии после лучевой терапии, и далее решать вопрос о хирургическом лечении после оценки эффекта. Ну, вот такое вот резюме. Спасибо. На вот те исследования, которые представлялись, везде четко обозначено, что решение принимается в начале планирования мультидисциплинарной команды, в которой действительно принимают участие и хирурги, и радиотерапевты, и химиотерапевты, чтобы запланировать все этапы лечения данного онкологического пациента. И действительно, во всех вот прям подчеркивается, особенно то, что касается опухоли головы и шеи, сейчас Замира Ахмедовна говорит, а это не случайно, действительно подчеркивается именно принятие решения мультидисциплинарной команды. Анна Сергеевна, Вы хотите что-то проконсультировать? А вот вообще в целом, если мы говорим о... Какие сейчас возможности определения тестирования опухоли, ассоциированной с вирусом папиллома вируса у человека? Опухоли слизистой полости рта, как правило, не ассоциированы с HPV-инфекцией. В целом, есть целый ряд подходов, разной степени сложности. Самый простой, конечно, иммуногистохимия в данной ситуации. И что нас сильно выручает, то, что этот метод легитимный, и он, в общем, очень эффективный, сопоставим с другими методами, которые выявляют непосредственно вирусную ДНК, либо вирусную РНК, то есть продукты вируса. Потому что белок П-16 сам по себе не является непосредственно вирусным белком. Он в норме есть в клетке, и то есть он может участвовать в других процессах. Кроме иммуногистохимии используется инситу-гибридизация ДНК, инситу-гибридизация, которая позволяет именно в этой клетке инфицированной выявить ДНК вируса, который является двухцепочным ДНК вирусом. Поэтому он встраивается в геном непосредственно. И есть РНК-инситу-гибридизация, которая позволяет выявить РНК вируса. Вот эти два белка Е6 и Е7 основные вирусные онкопротеины получаются в результате трансляции вирусной ДНК. И есть методики ПЦР, которые позволяют выявлять вирус как в гомогенезате ткани, так и в жидкостях, в слюне, либо в крови, либо даже в моче. Поэтому здесь спектр возможностей диагностически очень большой. Но смысл в том, что чувствительность и специфичность этих методов существенно варьируют в зависимости от типа ткани, в зависимости от локализации образования, от механизма забора материала. Поэтому, конечно, в этом нужно ориентироваться в определенной степени, чтобы эффективно использовать эти диагностические возможности. Спасибо большое. Дарья Михайловна, на какие вопросы с вашей точки зрения мы не ответили? Или, может, еще возникли какие-то вопросы в ходе обсуждения? Нет, спасибо большое за обсуждение. Все очень понятно, доступно. Спасибо вам большое. И наши слушатели написали, что спасибо большое, что озвучили вопрос о нецелесообразности предоперационной лучевой терапии. Это действительно важно. И ту проблему, которую подняла Замира Ахмедовна, и, соответственно, Михаил Маркович, она крайне актуальна. Это надо учитывать в планировании подходов заранее. Спасибо.